В середине сезона, уже девятого по счету в Крымском футбольном союзе, ряды участников покинули два клуба – ФК «Севастополь» и «Рубин Ялта». Они решили попробовать свои силы во второй российской лиге. Это, естественно, сказалось на интриге в Крымском чемпионате. У сиферопольской таврии не осталось конкурентов, и она досрочно обеспечила себе первое место в таблице. Заранее стал известен и серебряный призер – Бахчисарайский Кызылташ. А вот судьба бронзовых медалей решалась в последнем туре. И тут севастопольцам было за кого поболеть. Флотская команда «Черноморец», проводившая дебютный сезон в элите крымского футбола, сохраняла шансы на третью строчку. Была игра с «Крымтеплицей» дома 2-2. Считаю, должны были выигрывать. И к игре с «Керчью» подходить с более комфортным отрывом. «Керченский океан» – второй претендент на бронзу. Перед последним туром опережал «Черноморец» на один балл в турнирной таблице. Так вышло, что соперникам предстояло определить, кому достанется третье место в очном противостоянии. Путь обеих команд к этой решающей встрече был непростым. «Керчане», например, проиграли шесть стартовых матчей чемпионата и еще в середине сезона занимали последнюю строчку в таблице. «Черноморец» – дебютант. И мало кто мог предположить, что флотская команда вяжется в борьбу за медали. «Что хотелось бы сказать о своей команде. Пацаны – большие герои. Еще раз повторюсь, говорил уже об этом. Они несли этот настрой на протяжении всех игр концовки чемпионата. Сражались достойно в каждом поединке, добывая результат». Встреча не изобиловала опасными моментами. Сказывалась ответственность за результат, который давил на обе команды. Довольно размеренное течение матча, который плавно приближался к перерыву, на 41-й минуте прервал Арсен Гафаров. Он внезапно принял решение пробить издали и не прогадал. Мяч оказался в сетке ворот соперника. «Они выбивали мяч, мы выиграли подбор. Ну и так сложилось, что кроме удара делать нечего было. И попал по воротам, забил красивый гол». Едва матч возобновился, как гостям удалось сравнять счет. Мирослав Хребосолов сделал это также довольно эффектным ударом. До конца встречи оставалось еще около 40 минут. И керчане, как могли, затягивали игру, результат их устраивал. Темп матча постепенно снижался, пропадала острота атак, да и сами футболисты в концовке подустали. Но напряжение никуда не делось. И борьба за мяч, добавленная арбитром время, привела к потасовке между игроками и представителями команд. «Скажу, что океан, керчь, вели такси, провоцировали нас. Тянули время до конца. Судьи где-то помешали. Ну и мы не дожали. Немного нам не хватило». «Мы старались держать этот градус, чтобы понимали, что и нам, и им надо. И какие-то моменты, почему-то нам какие-то претензии за какие-то, я не знаю вообще в чем. «Выходите, обыгруйте». Мы сегодня вообще приехали. Мы приехали 11 человек. 18-летний парень. Один составит другой на замене. «Все, выходите, обыгруйте, кто вам мешает». Я считаю, что вообще не должны переходить какие-то границы. «Ну и хотелось бы поздравить нашу команду. Мы сделали, я считаю, невозможно. Невозможно-возможно, как в песне Билана». Финальный свисток зафиксировал ничейный результат 1-1. «Океан» завоевывает бронзовые медали второй сезон подряд. Черноморец же остановился в шаге от призового места. «Не знаю. Не знаю, правда. Очень сильно хотели победить. Все настраивались на очень тяжелую битву. И очень сильно надеялись на то, что выиграем, и это нам по силам. Но оказалось, как оказалось». «Игра получилась напряженная. Встречались два претендента в борьбе за бронзовые медали чемпионата. Игра, я думаю, понравилась болельщикам. Действительно получился праздник футбола. Боида острая, с большим количеством голевых моментов. Керчь хотелось бы поздравить с бронзой». И пусть игроки-черноморцы остались пока без медали, зато симпатии севастопольских болельщиков они сумели завоевать. «У меня сын занимается в команде «Черноморец». Он выводил сутболистов. Поэтому мы пришли мощно поддержать наших». «Черноморец – это севастопольская команда. Я сам из Севастополя. Это черноморский флот. Хорошая команда». «Приятно, что теперь те ребята, которые завершают учебу в третьей спортивной школе, школе футбола, могут теперь быть призваны на флот и выступать, продолжить свою спортивную карьеру именно в команде «Черноморец». А затем можно играть в команде «Севастополь». Главное, что они защищают спортивную честь севастопольского футбола». Футбольный сезон на полуострове еще не завершен. Впереди борьба за кубок. «Черноморец» пробился в полуфинал и проведет игры стадии 1-2, 22 и 26 ноября. Соперник севастопольской команды станет известен в конце этой недели.